Динамо выигрывает вбрасывание Бойна в дальний бросок. И сейчас становится 1-2. Выигранное вбрасывание. Да, сходу получился бросок. И там, кстати, Галиев, по-моему, попрыгнул. Стэн Хвист на синей линии. Передача. Пресс-бросок. Гол. Это гол. Бросок пресса. Нячин закрывает обзоры и шайба у ворота. Галиев. Галиев. Гол. Галиев. На огневом рубеже. Галиев исполняет в дальний угол. Прям под штангу. Лазерное попадание. Ну, это все сверхопытные ребята. Гол. Ха-ха. Михаил Чайковский. Наливает нам Чайков. Прямое попадание. Да. И уже будет повеселее. Вот здесь Пустозеров. Бросок. Гол. 4-2. Пользуя Салавата. Вот те самые молодые лица, которым нужно давать шанс и которые себя проявляют. Алексей Пустозеров в этом году играл немного. Забил два гола в регулярке. Но здесь появился, пускай, в четвертом звене и забил в чрезвычайно важный момент. Марченко. Прошу. Гол. Гол. Алексей Марченко. Напоминает еще о себе. Этот пушечный выстрел от синей линии. Ига. А синей линии. Пулкинен. Мощный бросок и гол Дэму Пулкинен. Отличный бросок Дэму Пулкинена. Вот тот самый человек, который, пожалуй, был самым опасным в данной спирт-бригаде. И он забивает Вячеслав Воинов. Ну что ж он творит сегодня, а? Что не бросок, то в створ и все-таки Динамо. Ну как попал Войнов, ну прям в девять. Самый бросающий он сегодня. Семь бросков у него. Да не удивительно. Войнов заряжает и забивает. Вячеслав Воинов. 2-3 Динамо по-настоящему в игре. У Войнова есть классный бросок. Вот таким броском, особенно когда вратарь не видит, он может пробить любого голкипера. Вот смотри, сколько моментов. Первая шайба. Мальта Стрёмболь ее забрасывает. Мартынов сначала набросил, который появился вообще впервые в этой серии. Потом был еще один бросок. Как раз, наверное, от Кудочка, да? Или от Защитника. А, может, не сказал. Да, ну и Стромболь добьет пустые ворота.